Морвокзал Сочи 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 Что-то много не хватает, я начала критиковать много талантовых ребят, но со сценариями большие проблемы, проблемы с жанром, с поиском себя в жанре, не чувствуем мы жанр, мне кажется. Может, тогда уже нужно самой снимать, писать сценарии, нет такого желания? Все так думают, особенно женщины, режиссеры, молодые, которых, кстати, очень много, сейчас стало женщин режиссеров, да, да, лучше я сниму, вы все дураки, но это же адская работа, это просто. Это такая ответственность, режиссер, человек, который сгорает до тла, если он, конечно, делает настоящее кино, если он автор фильма, поэтому, конечно, нет, 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 я все-таки буду актрисой, буду зависеть, ну и ответственности мало, только за себя. Агния, когда ты получаешь гонорар, на что ты в первую очередь тратишь деньги? Ой, не могу себя отказать в путешествиях, я очень люблю, хотя нужно уже вкладывать куда-то в супер какие-то дома, там, квартиры, ну я все время хочу потратить все на разъезды, обожаю путешествовать, вот. Ни платья, ни туфли, ничего такого не покупаю? Нет, 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 ну покупаю, но это не первое, видите, что прошло мне в голову, точно, это путешествие, я люблю очень. За какой фильм ты получила самый большой гонорар? Это были сериалы. Сериалы? Да. Не художественное кино, конечно же, нет, нет. У тебя стартовали сразу несколько съемок, буквально недавно, поправляя меня, если я не то скажу, «Янтарь» и «Девочки не сдаются», правильно? Правильно. Проект «Янтарь» — это многосерийный телевизионный фильм для Первого канала, продюсер Толстунов, режиссер Марк Горобец. У меня там прекрасная роль, такой проект 80-90-е наше время, прекрасный партнер, как Паша Прилучный, моя героиня в финале, нет, я не могу говорить, что там будет в финале, но, в общем, это очень интересная роль, прям дочка академика, профессора, избалованная девочка, москвичка. Я вот, пролицалка, наконец-то сыграю, такая вся стильная, у меня там парики, челки, все такое. «Девочки не сдаются» — это комедия для канала СТС, «Наконец-то» комедия, жанр, «Наконец-то» я снимаюсь в комедиях раз в 10 лет. Там я играю студентку Машу, такую в очках, вообще ботаничку законченную, которая живет в Бутово и вообще одевается очень странно, и она влюбляется в своего начальника, пластического хирурга, которого играет Кирилл Сафонов, потрясающий артист, чувство юмора. Я с ним в кадре просто стою, я просто в расколе, я все время смеюсь, потому что он, он потрясающий комедийный актер, при том, что у него героическая внешность, правильно ты сказала, красавчик, я с тобой согласна. Поэтому с ним одно удовольствие, я просто смеюсь, смеюсь и все, я ничего не могу, текст говорить. Ну а с чем ты связываешь то, что в твоей фильмографии больше драматических ролей, нежели комедий? Потому что это проблема российского кинематографа. Например, у меня есть любимый артист Джеймс Макэвой, такой есть английский актер, который сейчас вот снялся в фильме «Сплит», где он играет маньяка, в котором 23 личности. А до этого в молодости он играл героев-любовников, красивых, романтичных. Потом он сыграл «Сумасшедшего профессора», то есть потом он сыграл мерзкого копа в фильме «Грязь». То есть у него роли просто каждый год разные. Там в фильме «Транс» у Мамбетова он сыграл «Ботана», который потом начинается с «Пушкой», там с Анджелиной Джоли. Ну в общем, он может себе позволить что-то там выбирать, потому что есть сценарий, у них есть производство, и все хорошо. У нас, если ты снялся в роли жертвы в моем любимом, конечно, фильме «Груз-200», тебя потом все пытаются зарубить топором в следующем сценарии, предлагают тебе несчастным страдающих девочек с судьбой. Я понимаю, что я симплуа, но я не думаю, что нужно так узко смотреть на артиста. И опять же отсутствие жанра, как я говорю, как бы комедии, конечно, у нас что-то там снимается, но это все не на супер уровне. Хотя сейчас очень хорошую комедию стали снимать, молодые режиссеры. У меня папа секретарь райкома КПСС. Он все равно вас найдет, и вас расстреляют. А в сентябре Дембель. Мой жених, старший сержант Корбунов, приедет из Афганистана, и вам за меня отомстит. Он любит меня и все для меня сделает. Агния, тебе несколько раз приходилось сниматься обнаженной. И на твой взгляд, всегда ли уместно раздеваться в кадре, и всегда ли такие задумки режиссеров оправданы? Ну, конечно, не всегда. Должна быть концепция, это должен быть фильм художественный. Я вспоминаю. Да, раздевалась я только в кино. В сериалах нет. И это абсолютно, если это сцена, извините меня, занятие любовью, странно говорить, я не снимаюсь голой, и прикрываться простыней. Ну, это очень странно, когда я вижу даже европейский фильм, где они лежат, и она в комбинации, как бы, там, нет, фильм Бриджит Джонс, они только что занимались любовью. Она, грубо говоря, откидывается, Рене Зельвегер, хорошая артистка, прекрасная, откидывается на спину, и она в лифчике. В таком закрытом, ну, не знаю, может быть, кто-то занимается любовью, конечно, в нижнем белье, но это не я. И мне кажется странным не раздеваться в сценах занятий любовью, там, или еще что-то такое. В общем, если это в концепции фильма, а режиссер хороший, а я занималась обнаженной только у хороших режиссеров, поэтому это, конечно, правда. У меня никакого нет, я не понимаю, артистов, правда, искренних, которые боятся там что-то, может быть, у них фигура плохая, не знаю. Потому что, а что, я, это же не я, это же она, она, там, героиня моя в кадре, голая, а не я. Что, вообще не стесняешься? Нет. Нет. Хорошо. Какая я бесстыдная, ужас, рассказали интервью, какая-то эротического жанра артистка получается у нас в интервью. А в каком случае ты бы попросила режиссера заменить тебя в откровенной сцене дублером? Ну, я в порно сценах не буду сниматься, это же понятно, вот в этом случае. Ну, то есть ты бы легко согласилась. Хотя, если бы это был Ларс фон Триер, понимаете, то я бы подумала, я бы сказала, давай. Всех неграх в кадр, давай, я буду сниматься у тебя в главной роли. Я обожаю фон Триера, он очень крутой и скандальный чувак. Я обожаю режиссеров, провокаторов и вообще. Я считаю, искусство должно будоражить тебя. У тебя должны быть хоть какие-то эмоции, пусть они будут даже отрицательными. Ну, никак не унылое, что-то, как всегда, так уже снимали, вот это все ужасно. Одно и то же смотришь. А есть ли у тебя враги в российском кинематографе? Нет, у меня нет врагов, я не слишком большая фигура, чтобы у меня были враги. Я бы очень хотела, чтобы у меня были враги. Я не была женой Пырьева, поэтому, к сожалению или к счастью, у меня нет врагов в кино. На твой взгляд, главный кинопровал этого или прошлого года? В России? В России. Их что-то так много, что я даже не знаю, какой именно назвать. Я бы не называла фамилии. Можно просто назвать. Нет, но и все узнают, кто режиссер. За людей обидно. Короче, их много. Ну, правда, много. Могу долго вам потом в зависке объяснять, кто тут вообще хороший режиссер, кто нет. Ну, а в твоей фильмографии были откровенные провалы? Конечно, у меня через одно все. Но это дело не в режиссерах, а во мне. Я там что-то не сделала, роль неинтересная. Просто, например, мне стыдно. Ну, может, и не стыдно. В каких-то вещах я заснималась только ради денег вначале. Особенно потому, что мне негде было жить, никто мне не давал ни копейки денег. И что, я снималась в сериалах. А что мне делать? Ну, наверное, это не стыдно. Потому что это же работа, я пыталась выполнять ее честно. Но, в принципе, это права. Ну, так, по большому счету. А что тебе нужно для комфортной работы на съемочной площадке? Это какие-то конкретные вещи или достаточно какой-то дружеской атмосферы? Что тебе нужно? Может, у тебя райдеры есть? Да нет, у меня никакого особого райдера. Но мне нужна вода обязательно. Всегда в больших количествах. Обычная вода. И есть какие-то трудные сцены. Мне... Я всегда ухожу, закрываюсь. Мне нужна тишина. Нужно, чтобы прям никто не ходил. Ну, самое главное — это тишина на площадке. Это очень сложно, потому что весь процесс съемки — это и есть та суета, из которой рождаются... Все же люди на тебя работают. Ты в кадре, и ты должен терпеть. Это... Вот когда я начинаю работать уже, когда все подготовились, включили камеру, вот тут мне нужно, чтобы прям... И партнер. Это очень важно. Есть такие бешеные артисты, с которыми ты... Маковецкий... Сергей Васильевич. Правильно вспомнила отчица. У меня он просто... Сергей Васильевич — это просто... Я сидела, не моя сцена, у меня огромный монолог. Мой крупный план. Он садится под камеру вот так, весь скукожился, скорчился. Он там говорит мне две фразы. Да, нет. Я могла бы без него, в принципе, там какую-то точку смотреть, и это все говорить, свой монолог длинный, там очень сложная сцена, я пьяная, там такого все. И он сидит, и эти глаза из темноты, черные глаза, на меня смотрит. И он прям... Понимаете, зачем народному артисту так напрягаться? Такие партнеры. И тут не захочешь, сыграешь. Большая ответственность соответствовать большим артистам. И большой подарок с ними работать. Потому что в этом и есть моя профессия. Я ее постигаю с такими партнерами. Мне нужно, чтобы партнер был лучше меня. Тогда я буду есть куда учиться, хоть на него посмотреть хотя бы. Ну как она там? В кадре стоит, в рендлих. Ну просто посмотреть. И все. Валерия Германика однажды назвала тебя своей музой. У вас еще будут совместные проекты? Да, я не хочу об этом говорить. Ну потому что мы еще не начали, но все уже готово. Я думаю, что я не могу говорить об этом проекте. Есть некие нюансы, которые я не могу рассказывать. О проекте, который еще не снимается. Будет, будет, будет. Все, что хочется, оно сделает. Но я преданный человек, если в меня кто-то поверил. А этих людей было очень мало. Так было буквально три человека, благодаря которым я стала артисткой. Я буду верна до конца. Я знаю, что в жизни вы дружите. А как происходит ваше взаимодействие на съемочной площадке? Сложно работать? Как артист с режиссером, которому нужно подчиняться абсолютно. Как животное. Слушать, внимать. Все, по-другому не получится. Как животное? Ну в смысле. Животное это комплимент, потому что органика, она требует органику зверя. Должно быть все. Тру. Абсолютная правда. Поэтому ты сдираешь из себя кожу, убираешь из себя все свои штампы, которые ты наработал там на сериалах какие-то там свои какие-то. Все убираешь, все, наконец-то роль, все. Ты начинаешь, входишь в это, и потом огромный стресс. У меня после картины «Дай, да» был стресс месяц. Я не могла спать. Мы эмоционально очень. Снимали по ночам, и у меня было истощение. Просто истощение абсолютно. Я даже с день рождения не отмечала. Когда ты поняла, что Максим тот самый человек, с которым ты готова быть до конца? Я его попросила. Как-то загадала плохо говорить. Но я конкретно... Плохо, тоже плохое слово. Я просто стала молиться Богу и просила его, конечно, как дурной, глупый ребенок. Ну что там у Бога просить? У Бога вообще нужно просить больших вещей. Я попросила любимого человека, которому я буду предана навсегда. Да, сейчас заплачу. Ну, это большое, когда ты себя должен отдавать. И я просила у Бога, чтобы я не переставала его любить, а не он меня. Ну, то есть это сложнее. Все хотят, чтобы он меня любил. Всю жизнь, Натя, сел на руках. Все же так загадывают. И на свадьбах такие тосты произносят. Чтобы он тебя там, плечо там какое-то придумали себе, всякую фигню. А надо наоборот загадывать, чтобы я его любила. Я его, я его, ну, всегда. Я считаю, загадала большое, большое желание, хорошее желание. Можно у Бога попросить такое, можно. Но начала уточнять. А пусть он, как дурочка такая, господи, ну, еще пусть он будет никогда не был женат. Старше мне на 6-7 лет. Творческой профессии, но не актер. Чтобы у него не было детей. И желательно земляк. И все сошлось? Я получила бонус, он еще очень красивый. Это правда? Да. Про внешность я ничего не говорила. Но вообще получила еще бонус. Все сошлось точно. Это же классно. Прям каждый пункт, понимаете? Так что, друзья, я хочу пожелать всем желание, желание. Очень конкретно расписывайте свои желания. Они обязательно будут сбываться. А ты советуешься с мужем, прежде чем принять предложение какого-либо режиссера? Я советуюсь, но неподробно. Какие-то вещи я спрашиваю. Какие-то организационные. Как ты думаешь, может мне отказаться от этого спектакль? Не совмещать, совмещать, что делать? По деньгам, например, как что-то про гонорар могу спросить. Но так уж, чтобы творческого нет. У нас есть прекрасные творческие взаимодействия. Макс же за границей жил долгое время. В Исландии. В Исландии он знает исландский, прекрасно знает английский. В отличие от меня я ужасно, ужасно, позорище. И у меня пробы бывают на немецком языке, на английском языке. Он мне помогает учить тексты на иностранных языках. Вот такое взаимодействие. Но он дает мне абсолютную свободу. Я очень счастлива. Он меня не ревнует ни к чему. Никаким мужчинам в кадре, с которым приходится целоваться. И он мне дает свободу абсолютную. Но какие-то такие большие-большие-большие решения, внутренние, рабочие, я принимаю сама. Но это правильно. Я не хочу напрягать мужа своим какими-то еще проблемами. Мне нужно же быть хорошей женой, а не какой-то там... Не мучить, в общем, своей карьеры. Пусть занимается своей, ему этого достаточно. Ты ревнивая, у тебя довольно симпатичный муж. Ты замечаешь на нем женские взгляды? Я ревнивый человек, да. Я могу ревновать, но мне такой муж, который поводов не дает. Что-то неинтересно, скучно. Как-то прям... В смысле, что такое? Вопросы какие-то непровокционные. Не дает повода, понимаешь? Я бы с удовольствием устроила ему какую-нибудь... Ах ты! Смотрела на ту женщину. А ты умеешь? Я сама люблю пококетничать, поэтому... Хорошо. Все. Это вообще истеричка? Да. Да-да, я истеричка. Но Макс меня отучает. При нем я пытаюсь сдерживать себя. Могу очень громко истерить и очень ссориться с людьми вот так. Просто на раз. Всеми силами сдерживаю себя. Агния, наше интервью подошло к концу. В завершение мои гости делятся со зрителями канала Кубань24, нашей шестимиллионной Кубанию, каким-нибудь неизвестным фактом из своей жизни, который прежде не афишировали в средствах массовой информации. Это может быть новость из будущего, либо история из прошлого. Ну, что-то мега секретное и эксклюзивное. Про любовь я хочу рассказать историю, связанную с... Ах, почему я все время плачу? Что с вами происходит? Что почему у нас программа? И пришла артистка и стала рыдать просто. Начали за здравие, закончили за упокой. И прекрасная история про любовь. Когда я поняла, что... Когда мне первый раз стало стыдно, И как бы... Я поняла, как я буду действовать со своими детьми. У меня был переходный возраст. Папа ушел из семьи. И приезжал к нам все время. И я, чтобы ему мстить, ну, типа... Мне было 12 лет. Воровал у него из кармана, из пальто деньги. Еще были рубли там. Девальвации. Пересчета денег не было. Не было тысяч. Причем были какие-то... Ну, короче, другие деньги, я помню. Воровал, воровал, воровал. Миллионы, по-моему, были. Или большие, наоборот, были деньги. Воровал деньги. И мы с подружкой моей, лучшей Таней Романовской, Покупали пакеты сладостей. Приходили в школу. И всех угощали. Ели там. Ну, я воровала. Ну, там денег немного. Ну, и так... Я хорошую сумму брала все время. А у него так смято, там, без кошелька все время лежал. И прям... Очень долго. Месяц, наверное. И папа так одна же ко мне подошел. Говорит, Агнюш, Тебе, может быть, на что-нибудь нужно? Ну, ну, ты возьми. Ты бери деньги. Ты как бы не волнуйся. Бери сколько хочешь. Никогда в жизни я не взяла потом ни одной вещи, ни у кого, там, из хулиганства, там, своровать конфетку в магазин. Там печеньку состалось. Вообще мне было так стыдно. Ну, это мой отец. Это такая... Абсолютная такая любовь, когда он тебя не ругает, он никогда не ругал, все мне разрешал. И благодаря папе я стала актрисой. Не знаю, плохо это или хорошо, но вот так получилось. Спасибо огромное тебе за интервью. Спасибо вам. Это была программа «Море откровений». Я Кристина Конограй. Следующий наш выпуск смотрите ровно через неделю на телеканале Кубань24. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Образ ведущей программы «Море откровений» создан мастерами посольства красоты «Амбассадор». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова